Я рад быть здесь, на главном блокчейн-событии этого года. Мы в Telegram любим блокчейн. Причина, по которой мы любим блокчейн, это технология свободы. Мы заботимся о свободе. Даже наш логотип, бумажный самолетик, символизирует свободу передвижения в трех измерениях, свободу частного общения, свободу выражать свое мнение публично, свободу рекламировать свои криптовалютные аферы. Но это не включено, к сожалению. Я надеюсь, что здесь не так много криптовалютных мошеннических проектов, присутствующих здесь сегодня. Если они есть, пожалуйста, поднимите руки. О, хорошо, у нас есть несколько. Ну, по крайней мере, вы честны. У вас есть честность. Говорят, что в крипто-сообществе нет честности. Это доказательство обратного. Но мы твердо верим в предоставление людям свободы, создавать свои собственные инструменты, свои собственные приложения, свой собственный бизнес в Telegram. На самом деле, мы предоставляем сторонним разработчикам больше свободы, чем любое другое крупное приложение для общения. И мы интегрировали технологию блокчейн в Telegram на таком глубоком уровне. Я думаю, мы уникальны среди всех крупных социальных медиаплатформ. Об этом мы и поговорим сегодня. Чего уже удалось достичь и каковы? Какими будут наши следующие шаги? Итак, почему мы любим блокчейн? Мы любим блокчейн, потому что он позволяет нам вернуть власть людям и обогатить нашу экосистему. Насколько велика эта экосистема? Из 900 миллионов ежемесячных активных пользователей, 360 миллионов взаимодействуют с мини-приложениями каждый месяц. Мы можем легко удвоить это число, если начнем предлагать мини-приложения и чат-боты нашей аудитории. Мы еще не начали этого делать, но это произойдет в конце этого года. Так что, надеюсь, число пользователей увеличится до более чем 700 миллионов, которые будут взаимодействовать с мини-приложениями и чат-ботами каждый месяц. Телеграмм — шестое по величине мобильное приложение в мире. Оно занимает шестое место по количеству пользователей и шестое место по количеству скачиваний. Но мы отличаемся от остальных этих приложений, мы отличаемся от остальных пяти лучших. Вы видите, другие приложения, они продают данные пользователей, личные данные рекламодателям, не делясь при этом выручки от рекламы, ни с пользователями, ни с создателями контента. Более того, они не позволят создателям контента отображать свои собственные рекламные посты, потому что они будут использовать свои алгоритмические фиды для снижения видимости таких постов. Если вы попытаетесь сделать это достаточно долго, они теневым образом забанят вас. Телеграмм ничего этого не делает. Во-первых, мы не используем ваши личные данные для таргетирования рекламы. Мы не продаем ваши личные данные рекламодателям. Все наши объявления основаны на контексте. Во-вторых, мы бы никогда не предотвращать прямой связи между создателем контента, лидером сообщества, приложением и пользователем. Мы не будем загромождать его алгоритмами. И в-третьих, мы верим в то, что нужно делиться. Телеграмм отличается тем, что мы понимаем. Что весь наш успех, вся наша популярность — это благодаря вам. Это происходит благодаря многих разработчиков приложений, лидеров сообществ. Это благодаря создателям контента, художников-стикеров, пользователям, которые приглашают своих друзей в Телеграм. Вот почему мы верим в то, что можем помочь сообществу. Мы считаем, что наши пользователи равны нам. Именно поэтому в прошлом месяце мы начали одну из самых щедрых моделей распределения доходов в истории социальных сетей. 50% от всех доходов, которые мы получаем от показа рекламы и трансляции каналов, направляется на владельцам этих каналов. И это очень-очень просто. Первые выплаты произойдут уже сегодня. Многие люди уже заработали немного денег. На этой программе разделение доходов, и это только начало. Вы знаете, все эти транзакции, платежи за рекламу, снятие рекламы, осуществляются с помощью блокчейна. Мы используем для этого исключительно блокчейн-тон. И позже я объясню, что за этим стоит. Но это новая эра в истории социальных медиа, потому что... А также в истории блокчейна. Потому что у вас есть огромный рынок. Рынок в несколько сотен миллионов долларов. В настоящее время потенциально десятки миллиардов долларов рекламного рынка, который был размещен на рельсы блокчейна. Это совершенно беспрецедентно, и мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим предложить сообщество, многие и многие сообщества, получить выгоду от этой модели разделения доходов. Модель. Если они захотят монетизировать свои большие публичные групповые чаты, они смогут сделать это совершенно необязательно. И также получать половину доходов. Но этого недостаточно. Будет следующий этап. Мы собираемся ввести модель распределения доходов для совета создателям и совета создателям. Огромный рынок, многомиллиардный рынок. Здесь все немного иначе, когда речь идет о платежах, потому что мы ограничены механизмами in-app purchase, навязанными нам Apple и Google. Однако, механизм вывода средств также будет основан на блокчейне. И угадайте, какой блокчейн это будет. Мы думаем, что мы должны дать больше власти сайту создателям контента. И это шаг в этом направлении. Но как насчет торговцев? С тех пор, как несколько лет назад, мы позволяем разработчикам, приложениям и продавцам на нашей платформе бесплатно продавать физические товары и услуги. Более того, мы интегрировались с 40 поставщиками платежных услуг, такими как Stripe, чтобы пользователям было очень просто покупать товары через приложениях, мини-приложениях и ботах. Следующим этапом будет, конечно же, сделать его доступным и для пользователей, не имеющим опыта кодирования. Простые торговцы, которые хотят быстро создать магазин, смогут сделать это без каких-либо навыков кодирования. Они смогут принимать платежи. Таков наш план. Но что еще важнее? Через несколько недель мы также собираемся позволить пользователям покупать цифровые товары и услуги от разработчиков приложений. И здесь мы снова немного ограничены сайтом, механизмами покупки в приложении. Но вывод средств будет происходить на блокчейне. Это будет очень легко использовать. И это модель распределения доходов. Опять же, одна из самых щедрых моделей распределения доходов в истории. И мы считаем, что это правильный путь. Мы считаем, что предыдущие концепции, когда платформа социальной сети работала почти как цифровое рабство, должны быть в прошлом. Это, возможно, не имеет особого смысла с точки зрения коммерческих интересов Телеграм. Но мы считаем, что это имеет большой смысл с точки зрения морального аспекта этой всей операции. Но наше взаимодействие и интеграция в блокчейн не ограничивается. Только проведение транзакций с использованием платформы блокчейн. Нет. Мы стали первой платформой социальных сетей, которая токенизировала все наши пространства пользователей. Это был большой успех. Этот рынок достиг 350 миллионов долларов США в продажах. Представьте, что впервые в истории социальных сетей вы можете напрямую владеть своим именем пользователя. вы можете продать его, вы можете выставить на аукцион, вы можете купить несколько имен пользователей, прикрепив их к своему аккаунту. И такого никогда не было раньше. Потому что теперь люди получили власть над своими именами. Несколько недель назад меня спросили один мой очень известный друг создать, придумать для него красивое имя пользователя в Telegram. И я действительно попытался. На самом деле, мне было не до этого. Но мне пришлось начать аукцион на платформе Fragment, чтобы получить это имя пользователя. И знаете что? Мне не удалось выиграть в аукционе. Смарт-контракт, который управляет этот процесс, не волнует, является ли он генеральным директором и владелец Telegram, пытающийся урвать красивое имя пользователя. Это справедливо по отношению ко всем. В этой экосистеме все равны. Более того, мы были первой крупной платформой для социальных сетей, которая позволила пользователям регистрироваться и входить в систему, используя свои учетные записи в блокчейне, используя свой кошелек в блокчейне. А работает это так. Мы вводим анонимные номера. Многие из вас знакомы с ними. Это опять же NFT, основанные на блокчейне города, аналогичны именам пользователей. Но эти NFT обладают полезностью. Они отличаются от всех этих обезьяньих NFT. И с анонимными номерами мы столкнулись с тем, чего не ожидали. Рост цен на эти номера было в 33 раза. Многие люди заработали кучу денег, покупая и перепродавая эти номера. Это было невероятно. Но опять же, мы не хотим оставаться на месте. Мы хотим пойти дальше. Видите ли, мы верим в социально значимые NFT. Мы верим в NFT, которые глубоко интегрированы в человеческую культуру, в человеческое взаимодействие, в наше общение. NFT, которые можно увидеть десятки миллиардов раз. И они имеют огромный потенциал для вирусного распространения. Это правильные NFT. Вот почему следующий шаг, который мы собираемся предпринять эта токенизация в стикеры Telegram. Ну, вы, наверное, узнаете эту утку, которая курит траву вон там. На самом деле, эта утка была создана один из художников, с которым мы работаем. Это, пожалуй, один из самых талантливых художников-стикеров в мире. Он создал ее несколько лет назад. И с тех пор она стала вирусной, стала культурным феноменом, стал мемом. Даже за пределами Telegram этот стикер набрал сотни миллионов просмотров, как минимум. А представьте, если бы кто-то стал обладателем этой наклейки в качестве NFT, когда она только вышла несколько лет назад. Думаю, повышение цены бросит вызов то, что мы испытали с анонимными номерами. опять же, наклейки очень-очень популярны. Более 700 миллиардов раз стикерами делятся каждый месяц в Telegram. Количество просмотров стикеров просто невероятно. Далее. Мы считаем, что эмодзи тоже могут стать NFT. Знаете, они почти как стикеры, но вы можете включить множество эмодзи в одно сообщение. А почему бы и нет? После этого возможно, наборы стикеров и наборы эмодзи могут стать собственными монетами для мемов. Тоже возможно. Но знаете, для всего этого, чтобы это произошло, мы будем полагаться на блокчейн Торн, открытую сеть. Не потому, что у нее синий логотип, и он напоминает бумажный самолетик, а потому, что она очень масштабируема. В нашем масштабе нам нужно что-то, что может обрабатывать десятки миллионов, а в перспективе и сотни миллионов транзакций. Открытая сеть достигла рекорд по обработке количества транзакций, которые они обрабатывают в минуту в прошлом году. Поэтому очевидно, что они лучшие. И еще, знаете, эти парни, они очень быстрые, как команда и сделки. Кроме того, у них низкие комиссионные. И я знаю, многие из присутствующих здесь не любят комиссионные. Особенно комиссии по ценным бумагам и биржам. мы можем отнестись к этому с пониманием. И, знаете, в экосистеме Торн происходит много интересного. И у нас есть несколько очень интересных анонсов. А чтобы рассказать вам о текущем состоянии экосистемы Торн, я приглашу представителя этой экосистемы моего хорошего друга Эндрю. Так рад быть здесь сегодня. Мое имя Андрей. Я являюсь генеральным директором и основателем открытой платформы для всех. Мы являемся крупным строителем в экосистеме блокчейн Тон. И сегодня я хотел бы рассказать вам больше о том, как мы интегрируем продукты блокчейна прямо в Телеграм. Итак, если вы знакомы с экосистемой Тона, возможно, вы уже слышали о новых продуктах с улучшенными функциями. Мы создали и один из продуктов, конечно, основной, это кошелек, который мы интегрируем в Телеграм. Это, по сути, идеальное решение для предоставления доступа к криптовалютам сотням миллионов пользователей и, конечно же, это вход во всю систему Тоника. Кроме того, мы также создали очень важные примитивы во всей системе Тоника, которые, конечно, включают в себя кошелек для самостоятельного хранения, рынок NFT и децентрализованную биржу. Протокол жидкого стейкинга, а также созданная нами платформа, решение для создателей контента и разработчиков игр, чтобы монетизировать свои продукты в Телеграм и взаимодействовать с аудиторией. Мы создали это с одной простой миссией – поместить криптовалюты в карманы каждого человека, обеспечивая доступность и удобство. Итак, как мы достигаем этого? Ответ – мини-приложение и мессенджер Телеграм. Так мы справляемся с этой задачей. Это комплексное решение для разработчиков, чтобы создавать приложение внутри Телеграм, поэтому это действительно удобно – запускать приложение, как внутри Телеграм. Вам не нужно как пользователю выходить за пределы мессенджера, вы можете мгновенно запустить его без загрузок, без дополнительной регистрации и тому подобного. Также это для разработчиков, это как кроссплатформенное решение, чтобы вы могли действительно запустить свое приложение. На одной платформе всего одно приложение, и оно будет доступно на всех платформах, таких как мобильные и настольные, через Телеграм. У него есть расширенные уведомления. Если вы создаете децентрализованное приложение в виде веб-сайтов, вы не можете отправлять уведомления. С Телеграм можно легко отправить сообщения, они могут быть очень продвинутыми по функциональности. И, конечно же, последнее, но не менее важное – вирусная механика, что невозможно реализовать, если вы создаете приложение вне платформы. Чтобы вам дать некоторое представление о том, как это работает, наш созданный кошелек – это мини-приложение, которое мы разработали. Несмотря на это, оно не является частью приложения по умолчанию, но выглядит естественно, обеспечивая простой доступ к криптовалюте для пользователей. Благодаря партнерству между фондом Тон и Телеграм, мы продвигаем кошелек в аудитории Телеграм, интегрируем точки входа в меню и вложение в графиках. Так использование криптовалют становится простым. Кошелек с собственным хранением, который также является частью этого решения, позволяет пользователям иметь публичный профиль блокчейна, связанный с профилем в Телеграм. При помощи этого метода вы сможете обеспечить всему аудитории удобный и простой доступ к цифровым активам, таким как токены или коллекционные предметы. И, что более важно, строители могут подключаться к кошелькам и не беспокойтесь о том, как пользователи будут включаться в них. Здесь нет никакого трения, что замечательно, просто знаете. За несколько недель благодаря интеграции с мини-приложением было привлечено 5 миллионов пользователей в кошельки с собственным управлением. Но этого недостаточно. Если у вас кошелек, нужны наши приложения, нужны убойные сценарии использования. Мы экспериментировали с NotCoin. Некоторые из вас могли слышать об этом. Я верю, что это действительно явление. Это действительно то, о чем мы мечтали. Превратить видение в реальность через создание приложения и обучение строителей. Мы нашли способ сделать это и с нетерпением ждем, чтобы поделиться этим с миром, воплощая наши самые смелые идеи. По всему миру, чтобы осознать потенциал, который, знаете ли, скрыт в экосистеме Telegram, это стало убийственным приложением, и его популярность продолжает расти. За один месяц нам удалось достичь 20 миллионов пользователей, а за три месяца мы достигли 35 миллионов пользователей. 94% из них были приглашены другими пользователями. Это показывает, как эффективно использовать вирусные механизмы в Telegram. Пиковая ежедневная активная аудитория, 6,5 миллионов пользователей в марте. И все социальные медиа в совокупности мы достигли примерно 8 миллионов пользователей. Это стало самым крупным криптовалютным сообществом, особенно самым быстро растущим криптовалютным сообществом во всем мире. Факторы успеха прежде всего снова легкий запуск. Можно просто нажать кнопку и начать использовать приложение. Вирусность очень важна. Просто, чтобы дать вам представление, крупнейший инфлюенсер, на самом деле стример на Twitch, смог пригласить 170 тысяч человек в это приложение, что является впечатляющим достижением. Можете ли вы представить? И, конечно же, конкуренция очень важна. Это социальная платформа. Людям приходится соревноваться. Им нравится конкуренция. Не только в лидерских таблицах участвуя, квадраты — отличный механизм, объединяющий людей и позволяющий им соревноваться друг с другом в сообществах. И все эти вещи на самом деле позволили этому приложению стать таким успешным примером использования. И мы видим, что рынок начал принимать эти механизмы подтверждения. Каждое из этих приложений, которые вы видите на экране, набрали миллионы пользователей всего за пару недель. Это означает, что это работает. Это напоминает мне, знаете ли, 2009 год, когда Facebook запустил социальную игровую платформу. И это просто, знаете ли, позволило так многим разработчикам стать успешными в совершенно новом рынке. Таким образом, появился совершенно новый рынок. Итак, мы находимся на пороге совершенно новой эры разработки приложений внутри Telegram. Мы абсолютно уверены, что комбинация мини-приложений Telegram и тон кошельков внутри Telegram действительно работает и приносит огромную пользу пользователям. И мы уже это доказали. Мы очень благодарны Павлу и его удивительной команде за такую невероятную платформу, которую мы можем использовать ежедневно и на которой можем строить. Мы благодарны всем разработчикам, вносящим свой вклад в достижение наших целей. Миссия поместить криптовалюты в карман каждого. И знаете ли, система Тоника процветает. Мы приветствуем всех, кто желает активно строить. Но есть еще один компонент, отсутствующий в системе Тоника и Telegram, который является важным. И чтобы рассказать вам больше, я хочу пригласить Паула, генерального директора Тезер. Спасибо. Хорошо, благодарю вас за присутствие. Сколько из вас знакомы с Тезером и USDT? Хорошо. Итак, сколько из вас знают, какова наша текущая капитализация рынка? Этот слайд немного устарел, так как он был предоставлен два дня назад, что делает его неактуальным. Организаторы конференции попросили меня не быть стереотипным итальянцем, быть пунктуальным и предоставить слайды в установленные сроки. И на самом деле сегодня рыночная капитализация составляет 109 миллиардов долларов. Мы смирены. Всегда говорю, что слова сильные и способны изменить мир. Мы придумали простую идею поместить ведущую валюту в мире на вершину инновационного блокчейн-решения, возникшего в технологиях и финансах за последние 30 лет. Так что все остальное это вы все, весь мир, который хотел бы иметь более открытую, свободную, прозрачную, справедливую и стабильную финансовую систему в будущем. Эти 109 миллиардов представляют собой возможность, которая выходит за рамки того, что имела человеческая цивилизация в последние десятилетия, открывая новые шансы для людей, оставленных за бортом финансовой системы. Итак, я просто хочу поговорить о чем-то действительно важном, верно, для Тезера, это как сохранить это в безопасности, какова безопасность Тезера прямо сейчас. Этот вопрос интересует многих, потому что мы хотим быть ответственными за Тезер в соответствии со стандартами безопасности, чтобы сделать наш продукт безопасным. Финансы превосходят прошлые достижения. Банкротство многих банков за последние годы говорит о возможном банкротстве большего количества банков в будущем. Как мы можем предотвратить, чтобы такое не произошло с продуктом, над которым мы работали последние 10 лет? В этом году, в 2024 году мы отмечаем наше десятилетие с нашим верным партнером Тезером. Прошлый год был отличным годом, с общей прибылью в размере 6,2 миллиарда долларов США, большая часть из которой была сохранена в резервах USDT. Так что теперь USDT не только на 100% обеспечен ликвидными резервами, но кроме того, мы решили с этими 6 миллиардами, 6,2 миллиарда, решить оставить подавляющее большинство из них в резервах стейблкоина. Мы могли бы распределить их среди наших акционеров, но это было бы бессмысленно. Мы простые люди. Мы начали с простой идеи. Идея в глубине души мы биткоинщики. Мы верим в свободу. Мы верим в важность того, чтобы дать урок старой гвардии финансового мира, которая всегда-всегда умудряется все испортить. Итак, сегодня Тезер подкреплен на 106% из-за того, что мы сохраняем избыточный капитал. Мы будем продолжать это делать. Мы верим в защиту нашей системы. Мы с Тезер одни из крупнейших держателей долларов США. Долг. Итак, мы пересекли отметку в 90 миллиардов долларов США. Долг, удерживаемый сокровищницей Тезер. Подумайте об этом, верно? Если бы Тезер был страной, мы были бы среди 20 крупнейших стран, владеющих долларом США. Долг. Мы также, если подумать, Китай, я думаю, 2-3 года назад имел около 3 триллионов в США. Долг. Около 700 миллиардов долларов. Китай продает американские активы, что ухудшает ситуацию. Долг. Сегодня у Тезера около 12%, 13% по размеру по сравнению с Китаем. Как небольшая компания с идеей, подобной Тезеру, так быстро растет и становится одним из крупнейших держателей казначейских векселей США. Я считаю, что это показывает, как технология, объединенная хорошей этикой, готовностью действительно изменить устоявшееся положение, может достичь невероятного. Почему Тезер также растет настолько сильно по сравнению с остальными конкурентами? Поэтому, я думаю, что всегда пытаюсь создавать образы в умах людей, верно? Для меня, когда люди спрашивают меня, о, почему этот успех и почему это не происходит с другими стейблкоинами сейчас, это потому, что я верю в создание продуктов с четкой соответствием рынку. Все, даже если вы создаете ложку, вам нужно понимать, кто будет использовать эту ложку. Мы создали USDT, начиная с и реальная потребность криптовалютной экосистемы, которая делала арбитраж криптовалют намного эффективнее. Теперь, на протяжении многих лет, ценностное предложение Тезера полностью изменилось. В настоящее время количество пользователей Тезер превышает 300 миллионов по всему миру. Итак, почему это происходит? Почему такая широкая аудитория интересуется именно долларом? Почему никто или почему людям нужен этот доллар? Разве у них уже нет доллара в кармане, чтобы им было достаточно? У них нет банковского счета или дебетовых и кредитных карт. Реальность 3 миллиарда людей без счета. Неплохие люди, верно? Отсутствие счета не значит, что вы плохой человек, ты замечательный, вы слишком бедны для интереса к вас со стороны банковской системы. Если вы зарабатываете 100 200-300 в месяц, у вас нет большого сберегательного счета. Так банки не смогут выжать из вас деньги, поэтому они вас не будут банковать. Это довольно печально видеть, но, надеюсь, наша отрасль, отрасль криптовалют, начала использовать и создавать варианты, позволяя людям хранить свое собственное богатство на своих собственных смартфонах. Сохранение контроля над собственным богатством одно из самых больших достижений человечности за последние 10-15 лет. Кроме того, в странах с действительно высокой инфляцией проживает 5 миллиардов людей, что является дополнительным фактором. Подумайте об Аргентине, Турции и других странах. Эта комбинация сделала USDT наиболее популярным продуктом для цифрового доллара. Здесь вы найдете заголовки газет из разных стран. Аргентина, Бразилия, Нигерия, Турция и Ливан. Ознакомьтесь с актуальными новостями из этих уникальных регионов мира. Так понятно. Нет. Тезер сегодня не имеет капитализации рынка в 109 миллиардов. Почему? Потому что мы умнее, красивее и так далее, чем другие. На самом деле у Тезера не было маркетинговой команды до 2022 года. Никого в команде. Продукт оказался полезным и легким в использовании. Мы были там, когда людям больше всего нужна была наша помощь во время кризиса с национальными валютами. В то время, когда инфляция постепенно увеличивалась, мы остаемся верны Тезеру. Но что нас ждет впереди? Это вопрос, верно? Я уверен, что многие из вас удивятся тому, что я собираюсь объявить сейчас, но как мы можем перейти от расширить текущую базу пользователей до более крупной базы пользователей с партнером, телеграммом и тоном, создать новую экосистему, которая дает людям силу и свободу, которую они заслуживают, потому что свобода — это право человека. Как мы можем развивать ту часть сообщества, которая разделяет нашу философию, наше мировоззрение и хочет иметь свобода коммуникации? Павел говорил о важности свободы слова, о возможности выражать себя в телеграмм. И для нас, для людей, которые знают Тезер, это также один из наших самых важных принципов. Мы официально объявляем о запуске USDT на платформе Tone. Мы искренне верим, что, понимаете, есть так много блокчейнов, которые просят нас интегрировать USDT на своей цепи. Одной из редких вещей, которые можно найти, является экосистема, построенная телеграммом на его принципах и заложенная им. телеграмм. У телеграмма небольшое количество сотрудников. Пабло говорил, знаешь, около 60 человек. Это примерно количество сотрудников, которое есть у Тезера, верно? С хорошей командой, с небольшими коллективами можно достичь огромных вещей. И особенно, когда вы объединяете эти знания вместе, когда начинаете объединять экосистемы, вы создаете священный грааль, вы можете создать конечный священный грааль. Так что все пользователи социальных медиа со всех различных платформ коммуникации пытаются монетизировать свою пользовательскую базу. Но, по моему мнению, способ, которым они это делают, основан на использовании наличных чеков или банковской системы не масштабируются. Немасштабируемо для создания лояльности пользователей и вовлечения их в рост экосистемы. Вам требуется что-то быстрое. Вам необходимы деньги, которые можно программировать. Это позволит USDT на Тоне. Интеграция USDT на Тоне ключевой момент. Уже работает. Итак, сегодня мы запустили интеграцию. Мы уже сделали первый выпуск. Вы можете ожидать интеграции или уже использовать в кошельке Telegram. Это сотрудничество, которое должны вести хорошие компании в нашей отрасли, потому что когда я думаю о недостающих элементах криптовалютной индустрии, именно пользовательский опыт. Сегодня мы почти живем в своем собственном пузыре, считая, что все в мире должны понимать наши модные фразы и сложность наших дел. На самом деле, многим людям в мире есть своя жизнь, и нет времени разбираться в нашем сложном пользовательском опыте с множеством собачьих монет и прочими вещами. Самое главное создать кошелек в приложении, которому они уже полностью доверяют. Самой надежный стейблкоин с формой денег, которую они понимают долларом США, чтобы облегчить свою жизнь, дать им силу, сделать выбор или иметь возможность отказаться от традиционной финансовой системы и использовать что-то устойчивое. За последние десять лет доказано, что оно устойчиво. Мы видим много банков, которые терпят неудачу. Это одна из самых захватывающих вещей. Мы могли бы создать тезер и я благодарен Павлу и Андрею за доверие, которое они выразили в отношении использования тезера. Можно увидеть красивые скриншоты, как это будет работать. Спасибо, Павел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok